Депутаты Гомельского областного совета знакомились с особенностями реализации декрета номер 18 в Светлогорском районе. В рамках визита яны наведали широких объектов, заденеченных в межведомостном механизме повертания семей с небеспечного становища до нормального жития. Подробности в сюжете Евгений Кухаронок. Сегодня в Светлогорском районе проживает 311 детей, семьи которых признаны социально небеспечными. Все силы и сродки затекавленных службов и ведомствов зараз накерованы на работу с батьками. У некоторых выпадках детям приходится чекать учасовым притулку, покой дорослые станут на шлях выправления. У Светлогорским районным социально-педагогичным центры на то, якаб вырошить тимахчима выхованца притулку вернуть у семью, або дитя мая потребует державной обороне, есть по угоду. У опошнем выпадку говорка идея позбавления батьковских правов. 50% таких ситуаций у Светлогорским районе выращается на корысть объединения семьи. Если говорить о цифрах, то, скажем, на сегодняшний день у нас в приюте прошли реабилитацию 35 несовершеннолетних по разным причинам. Две основные причины признания, что семья находится у социально небеспечным становища, злоуживание спиртными напоями и неналежное выполнение батьковских обовязков, беспрацовье, антисанитария и небеспечные умовы проживания. Залежным от алкоголя допомагают у медустановых. Дебоширы трапляют у лечебно-прационной профилакторы. Сегодня в Светлогорской спецустанове знаходится 1850 человек. 99 из них обовязаны особы, якие что месяц повинны компенсовать расходы на утримание уластных детей. Есть такие працованные и на инших предприемствах Светлогорска. До приклада на целлюлозно-кордонном комбинате зараз у Латкована 11 человек у стане обовязанных. Три женщины спробуют одновить свои батьковские правы. Предприемство их поддерживает и допомагает, пропонувая додатковую працу типа сумящальництве. Усяго на Гомельщине 2,5 тысячи обовязанных. У большинства есть криминальное минулое и нежадание выправлять ситуацию вертаться у семью. Каждый год мы по 30 обязанных лиц восстанавливаем в родительских правах. По 30. За этот период 19. И сейчас намного труднее. Есть батьки, которые не только своих детей выховывают. Татьяна и Вадим Жарликовы 10-й год живут с широко открытыми дверами для тех, кому не довелось вернуться в биологичную семью. У профессийных батьков двое уластных детей и уже двое унуков. На выховании зараз 10 хлопчиков и девочинок, а так само есть 5 выпускников. Каждым у семей гонорация без поддела на своих и чужих. Разумеют свою роль у життя ребят, яких непростый лез привел в этот дом. Количество детей, проживающих в неблагополучных семьях, в районе уменьшается. У регионе у Вогули такая же статистика. Только сё лета 870 батьков пройшли курс лечения от алкоголизма. Больше тысячи – процел от Кавана. Державную адресную допомогу и гуманитарную отримали свыше тысячи семей. Дякуючу межведомостному подыходу и профилактичной работе с батьками, 249 детей, які отрапили под державную оборону, вернулись у своей семьи. Созданная система, она работает. Конечно, она требует небольшой шлифовки в своей эффективности. Но я вижу, что работа нашими людьми делается. Евгения Кухаруна, Кихар Марышченко, Телерадио, компания «Гомель» со Светлогорского района.